Папич, всё-таки и правда в Дубае, я в очередной раз, я был прав, извините, извините, что я могу поделать, блин, ну так получается, короче говоря, да? Вот, Папич, всё-таки реально в Дубае, и он выпустил видос. А, он прям у нас на экране, 6 часов назад. Видос, где он, соответственно, рассказывает вообще, что произошло, почему он в Дубае. И исходя из того, что пишут сейчас в интернетах, в интернетах, по-моему, если я не ошибаюсь, там вообще пиздец полный. Поэтому я предлагаю по-быстрому посмотреть это видео и пойти уже смотреть фильм. Вот. Ну, потому что, ну, невозможно пойти смотреть фильм, не посмотрев, не посмотрев вот это вот. Ох, блядь. А, ну понятно. Всё, я понял. Я понял всё, я всё понял. Помните, я вам говорил, что есть одно казино, которое одному моему товарищу, одному моему знакомому, очень известному, предлагали деньги, чтобы он полетел в Лас-Вегас, и там, соответственно, кое-что сделал в Лас-Вегасе. Ну, что можно в Лас-Вегасе делать? Например, в казино играть. И что мы видим здесь? Это же казино. Отправляет папича в Дубай. То есть, я так понимаю, у них началась какая-то рекламная кампания, вот, когда они берут какого-то известного чувака и куда-то его отправляют. А деньги там сумасшедшие, я вам скажу так, просто пиздец. Меня, конечно, никуда они не отправляют, но ладно. Дамы и господа, я, пожалуй, начал самую нелепую авантюру в своей жизни. 10 плюс лет или несколько, ну, 10 лет. 10 лет я сидел в своей комнате, как вы знаете. Та самая с синими стенами, которую я много называют. Стой, стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на Лолстим. Эпигейм, Спотифай, Телеграм, Стим. Ты найдёшь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт это Лолстим. Лолстим купить или продать. Выбор большой, посети сайт. Выгодные прайсы, если хочешь играть. Посоветуй друзьям, регистрируйся сам. Типа психушкой. И куда меня только за это время не приглашали. За всё это время у меня было различное количество, просто, ну, не знаю, десятки разных предложений. И просто куда-то поехать. И позаниматься чем-то. Чел вообще, ну, типа, 10 лет не вылезал из комнаты. Ну, серьёзно. Не предлагали. То есть, особенно во времена ещё, когда я доту играл. Да я убрал ускорение, ну. Там, не работу какую-то в Америке, комментировать интернешнл и прочее, прочее, прочее. Но вот, к 2024 году, когда, ну, скажем так, многие считают, что мне... Алло, долбабы, я убрал ускорение, конченые. Продолжают писать. ...стримить до сих пор. Но я уже много раз на эту тему отвечал, говорил. Вы помните моё последнее видео на ютубчике. То, что я рассказывал, что мне уже многое надоело. То, что я не могу стримить то, что хотят зрители. То есть, как-то так всё сложилось наконец-то. Что оно, как бы... И ситуация общая, и контент... Типа, это меня подталкивало время от времени к тому, чтобы начать какую-то другую деятельность. Ладно, я так понимаю, вы, я не знаю, слишком медленно думаете. И Папич для вас слишком быстро говорит, потому что, ну, Папич это гений же, да? Ты, там, я 100 тысяч по адекватности, поэтому давайте вот так посмотрим видео. Я надеюсь, сейчас вы успеваете уловить мысль Папича, да? Потому что он слишком быстрый, слишком умный. Но, кстати... Сейчас всё нормально. Стримы не бросаю, по сути. Ха-ха, серьёзно? То есть, стримы будут, когда я куплю компьютер. Собственно... Тебе что, компьютер не купили, что ли, эти, казино? Как я сюда попал, и чем я здесь буду заниматься? Похитили, походу, Папича, да, бедного? Ну, намёк вот здесь. Но, если кто-то сразу думает, что это чисто казино-стримы, мой контент, то нет, это на самом деле вообще... Причём, обратите внимание, какая ебейшая лояльность. Вот представьте, я. Да у меня такое уже было, я тоже в Дубай летал. И то я сам казино не стримил, да? Я просто ходил на стримы к своему товарищу. Всё. Засрали пизда. Тут Папич летит буквально, блядь, с майкой нахуй. Говорит, ну, это казино. Шестьдесят восемь тысяч лайков, две тысячи дизлайков. То есть, похуй. Вообще насрать. И вы мне потом будете говорить, что здесь проблема не в какой-то предвзятости. Ну, серьёзно? Ну, типа, блядь, ну, алё. Так не особо связано. Казино стримов, по сути, станет, ну, не больше, не меньше. Так он сто лет уже в казике. И что, блядь? Это как-то его оправдывает? А если бы, блядь, я не знаю, возьмём какого-то убийцу, который там, не знаю, 30 лет людей убивает. Да он 30 лет уже уебашит людей. Да похуй. Плюс реп. А тот, кто убивает первый раз, там, блядь, ну, всё, пиздец, блядь, суждаем. А этот 30 лет убивает. Это что, оправдание какое-то? Вы что, с ума сошли? То, что он сто лет казино стримит, это как-то, типа, ему в плюс идёт? Охуеть. То есть, если сейчас, вот я стримлю казино, например, да, а через 10 лет тогда всё, нормально будет. Сейчас хуёво, что я стримлю казино. Но 10 лет пройдёт, тогда ладно. Где тут логика-то, блядь? Чё за бред-то? Да, я вообще без негатива, типа, к папе чё? Мне-то похуй. Но стримит он казино, и ладно. У меня нет претензий. У меня больше вопросов к аудитории, да, что, как бы, одному они предъявляют жёстко, других они вообще не трогают. При этом, каким-то образом, ищут оправдание в том, что он 100 лет казино стримит. Так это ж наоборот хуёво. Он ещё, блядь, больше меня это делает. Что за бред вообще? Как это может быть оправданием каким-то? Пиздец, блядь. Не думал, что разная аудитория. Так, блядь, понимаете, в мою сторону пиздят-то разные аудитории как раз-таки. То есть я не говорю про свою аудиторию. Я говорю про тех, кто вообще там на меня не подписан, но при этом как бы высираются в мою сторону. Угадать почему. Да, то есть там, ну. А папича не трогают, например. Как будто бы это другое. Так это ж такое же казино. Короче, блин. Я просто к тому, что... Стоит понимать просто, по каким причинам люди порой за что-то тебе предъявляют. Потому что были времена, когда мне за казино не предъявляли. А тут вдруг неожиданно начали. Энд совершенно в другом заключается. Мне есть много чего, что рассказать. Много мыслей. Но я не знаю, смогу ли сейчас в одно видео всё уместить. Ну уж постарайся. Так, давайте начинать с самого начала. Мне пока что оплатили... Мне больше интересно, кто его снимает. Кто его оператор. Насколько я понимаю, самый дорогой отель в мире. Чего, блядь? Пока что оплатили, насколько я понимаю, самый дорогой... Девушка? Какая... Ты... Я увижу. Мы увидим женщину здесь. Отель в мире. Самый дорогой отель в мире. Это тот самый, короче, как парус, типа, который, да? В Дубае. Или один из самых дорогих отелей в мире. Где, типа, семь звёзд. На пальме. Мы находимся прямо сейчас на одной из пальм в Дубайске. Это конкретно пальма Джумейра. Сейчас я вам продемонстрирую. Бля, сука, вы её боятся, бля. Ладно, шо, человек впервые в жизни выбрался, блин, из своего города, из Венеции. Тут, конечно, надо аккуратно, потому что кондиционер отключается, когда я это открываю. О, бля, кондиционер у него. О, бля. Так, ща мой оператор подойдёт, покажет. Оператор К. Где мы находимся конкретно. Так. А пусть оператор и себя покажет. Вперёд. Продемонстрируй. Еба, му, бля. Молодец. Здесь я нахожусь последние несколько дней. Может, это тюрьма какая-то, бля, для элиты. Так говорили, нахожусь последние несколько дней, вообще не вылезает отсюда. Выходить туда невозможно. Я даже не хотел туда выходить, потому что там просто ад. То есть я об этом всём постараюсь подробнее рассказать. Я просто не знаю, когда. В этом видео или чуть позже. Я расскажу подробно и об этом самом дорогом в мире отеле. Ну, я не знаю, самый он дорогой или не самый-самый дорогой. Да, это удивительно, что Папич вообще, то есть Аскет, то есть Папич, буквально рассказывает нам, что он находится в самом дорогом отеле в мире, показывает вид из окна. То есть он даже не скрывает своё местонахождение, да. Выделывается этим, ну как бы, как бы, да. И это всё Папич. И это всё Аскет. Пиздец. Я слышал, тут какой-то номер есть за 100 тысяч буквально. Я не знаю, это 100 тысяч в неделю или в месяц, по-моему, в неделю. Потому что мой номер, номер, который мне сняли, то есть чисто из-за того, из-за того, какой это отель, где-то локация находится, номер, который мне сняли, говорят, стоит больше 10 тысяч долларов в неделю. Блядь, что, так мало? Какую неделю, Папич, ты чё, блядь? Ты только что сказал, что у тебя самый дорогой отель, номер в мире. Какая неделя? Это в день? Короче, ну это пиздец. Да не, 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 ну чё-то он тут немного преуменьшается. Скажу вам так, сейчас я вам покажу конкретно этот номер. Ладно, я, я шарю в ценах, он сейчас покажет номер, и я скажу вам, правда это или нет. Давай-ка пройдёмся, номер, номер. Так, я чё, кровати раздельной? Если он с женщиной, то почему-то раздельные кровати. Ладно. Вот кровати. А, ну тут отель, блядь, номер такой себе. Ладно, возможно, здесь и правда 10 тысяч долларов в неделю. Тут гардероб. Смотри, отражение. С мерчем от 1 вина, кста. Опа! Интересно, она вообще как, типа, она ожидала увидеть своё отражение там? Ля, сука. Не, ну это, это реально какая-то женщина. Ещё и рыжая, судя по всему. Женщина! Ой, спряталась. Опа, очки! Вот, ванная. А чё, ванная, блядь, дырявая, прозрачная. Как вы там мыться собрались? Наверное, вообще, такая квартира, вот именно квартира сама, номер. В Виннице, в каком-нибудь там новострое, я точно знаю, такое будет стоить, ну, я не знаю, ну, чтобы снимать, ну, ну, тысяч двадцать пять. Блядь, вы понимаете, что папич прежним после этого уже не будет. Он не будет уже после этого прежним. Он сейчас, понимаете, типа, ему дали возможность ощутить это на собственной шкуре. Богатую жизнь, во-первых, да. Во-вторых, вообще, в принципе, увидеть другую жизнь. Он сейчас это всё на себе ощутит, попробует. И возвращаться, ну, во-первых, он уже не сможет, скорее всего, вернуться в Украину, да, как мне кажется. Я просто не знаю, как он выехал вообще, в принципе. То есть, значит, получается, обратно он уже не собирается. Иначе я вообще хз, как он это вообще всё там организовал. Дал на лапу, ну, тем более. Взятка, тем более, тем более. На 3.39 отражение взрослой женщины в маленьком зеркале. Чего, блядь? 5 гривен, 25 тысяч гривен. Мы видели, алло. Может быть, 30 тысяч гривен, я не знаю. Это предел, 30 тысяч гривен, это самое предел. Короче, его это немного испортит, мне кажется. Ну, или же наоборот, типа, ну, наконец-то он начнёт быть более открытым. Вот, знаете, как Дуров до недавнего времени был таким закрытым челом, его никто нигде не видел, блядь, никто, ничего не это. Что там, как там, а тут неожиданно он открылся. Начал, соответственно, там, летать по странам, давать интервью, приходить на какие-то там мероприятия. Вот, возможно, Папич тоже как-то вот вдохнёт эту жизнь и станет более открытым теперь. 30 тысяч гривен, ну, это вот... Но теперь он точно начнёт тратить деньги, которые он копил, блядь, 20 лет. Да, это, грубо говоря, там будет, ну, под 700 долларов в месяц. И это предел, это предел. Если это не новострой, это может стоить 20 тысяч гривен. А здесь больше 10... О, кстати. Сек. Что, блядь? Какого хода там морковка лежит? Это, типа, бонус идёт тем, кто там в этих номерах живёт. Чтоб настолько дорогой номер, всё, ну, давайте морковку дадим. Сек. Что? 10? О, кстати. Он зая. Сек. Опа. Мерс, не надо принесли свежую морковку. Нахуя? Ебать, там... Да хватит хромкать, блядь. Там стоит вода, дорогущая, которая в стеклянной бутылке, ВОЗ называется. Бля, Папич, да ты что, серьёзно, что ли, а? Я в ахуе. Мерс, не надо принесли свежую морковку. Это больше 10 тысяч долларов в неделю. То есть в моей голове это не укладывается. Очевидно, я не могу себе позволить сам за это всё платить. А дальше, кстати, ну, будет... Ну, не то, что больше. Пусть на гаду. Я в номере только изначально, пока я сюда приехал. Пока я тут совсем разбираюсь. Есть некоторые проблемы. Дальше я буду жить в доме. Дом у меня будет какой-то, как мне рассказывают, один вин. Организовали мне пентхаус прям. Ёпта. Ещё и в новилет. А ещё, наверное, по соседству с дуровым, я не знаю. Прям какой-то колоссальный дом. Супер дорогой. Но в чём прикол? Даже супер мега дорогой дом. Бля, ванвин, купите мою жопу, а? Дом, который по размеру... Меня можно, в принципе, никуда не отправлять. Я так... В десятки раз больше этой комнаты. Хотя, насколько я знаю, тут просто не было свободной. Когда я приехал. Комнаты больше там. Или можете отправить меня тоже в Дубай, к Папичу, где я буду в его доме, соответственно, убираться у него. И подносить ему морковки на тарелке. 100 квадратных метров, с бассейном на этаже. Ну что, Хесус, когда в гости на вписку? Я откуда знаю. Когда в гости к Папичу. Вот что надо спрашивать. Случом. Супер дорогой дом. Там реально отражение женщины 50+. В смысле, женщины 50+, где? Ой, стоить. Дешевле? Ха-ха, высотить дешевле, наверное. Или примерно на том же... 3.39? Так мы же, блядь, уже прошли этот момент. 3.39. Так замылено же, я не понимаю. Маленькое зеркало. Вот ванная. Где? Я не понимаю. А, вот. Сегодня днем сказал, что будет фильм в 9, ща уже 10 часов 30 минут, я так плачу. Какие 50+, вы че ебанутые? Там... Как вы вообще поняли, что я 50+, все равно хуево видно. Бля, ну не знаю. Да непонятно. 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 Непонятно вообще. Бабушка его? Я не знаю, может, мама его? То есть примерно вообще... Ну и ладно, что такого-то? Дешевле? Выстоять дешевле, наверное. Или примерно на том же уровне, что это комната. А в чем прикол? Все почему? Все из-за сервиса. Об этом, опять же, подробнее чуть позже расскажу, уже в другом части видео. Тут сервис, конечно, ебанутый. Сервис. Все за тобой ходят, все кланяются. Бесконечная уборка 24 на 7. Все меняют. Так они кланятся и ходят за тобой, потому что ты папич, блядь, а не потому что сервис. Воду там, ну, что угодно. Думаю, опять же, подробно об этом позже расскажу. Сейчас я попытаюсь описать в общих чертах, зачем я сюда приехал и чем я буду заниматься. То есть почему я сюда приехал, я уже объяснил, да. Огромное количество было предложений за последние 10 лет. И наконец-то я все-таки согласился на что-то. Очевидно, мне предложили кучу разных там... И вот, ну, оплатить мне все, жилье, какие-то деньги и прочее, прочее, прочее. Вы сами понимаете, я бы не поехал сюда просто так. Конечно. Типа, если бы мне просто предложили, допустим, приехать, даже если бы мне просто предложили приехать и оплатить это, я бы не согласился, потому что... Да ты что, серьезно? Ну, блин. Блин, вообще. Для многих людей это мечта. Для меня там... Ну, блин, в Дубай, ну, не знаю, может быть. Я бы сам туда просто так не прилетел. Это не отдых. То есть, по сути, я не чувствую, что я как бы там, ну... Ну, я могу, конечно, да, вот я могу там где-то походить, в какой-то зайти спортзальчик, бассейн, если там нету людишек. Я нашел один бассейн, где можно зайти, когда там нету людей. Когда? Первый раз, когда я полетел, была такая же хуйня с казино. Мне оплатили бизнес-классом перелеты и проживание. Тоже в нормальном отеле. Второй раз я был вынужден полететь, чтобы передать подарок Зубареву. Когда я просто обещал ему на нерождение, да, к нему прилететь. Но он, блядь, в Таиланде это все организовал, куда лететь было мне небезопасно. Соответственно, так как я купил билеты, они сохранились, я решил тогда, ну, соответственно, перенести эти билеты на другую дату, полететь в Дубай, чтобы передать Зубареву подарочек. А так бы я не полетел туда, что там делать? Удобно. Но для меня-то вся эта жизнь, это для тех, кто там любит, ну, как бы, ну, не знаю, какие-то там вечеринки, тусовки, что-то все такое роскошное. Вот, к примеру, вчера я поднялся на 22 этаж, там, где, короче, найти такие бассейны, которые с крыши падают. Там огромное количество людей, ну, как огромное, ну, человек там 20-30. Сидят в этих бассейнах, что там распевают, музыка громкая. У меня от музыки голова болела. Ну, куча людей. То есть... Ну, не привык папич находиться, скажем так, в такой атмосфере, блин, где громкая музыка, какая-то тусовка, у него сразу голова начинает болеть. Был, ну, минут 15-20, мне реально стало неприятно. Да все просто не мое. Все там ночная жизнь, развлечения, тусовки. Просто как бы то, что воспринимаю большинство людей за развлечения, это не мои развлечения. То есть, единственное, что мне сейчас, походу, нравится, вот что меня устраивает, мне нравится то, что тут сервис есть хороший. Сервис. В принципе, я даже могу заказать, объяснить, какая мне еда нужна. Но, кстати, в чем прикол? У них нету гречневой каши. Я люблю гречневую кашу, в том числе. О, бля. А как мне объяснили, как я бы даже прочитал в интернетах, гречневая каша, это считается еда для... Для собак, да. Для собак или что? Ну, да, да, да. Короче, для животных разных, что в Европе, что в Америке. Что здесь, в Дубайске? Готовился? Я просто сам эту хуйню слышал много раз. Я же вам и сам это говорил на стримах, а лошу в Америке считают, что гречка это еда для свиней и собак, для животных. Поэтому они не подают просто буквально гречневую кашу. То есть для этого нужно ее покупать где-то отдельно и самому готовить. Эй, блин, заебал чапки. Ну она реально охуел. Ну, очень много информации я заебался. Давайте под существо. Я приехал сюда, по сути, вот для этого. Я буду записывать различные, получается, видеоблоги. Хрупкость задалбал, реально. Но, в чем прикол, я не просто буду ходить, записывать, ну, осматриваться. Мне один вин, организовали вот это. Чем, какой рукой лучше. Что, что? Ладно, буду левой рукой уже держать морковку. Че, че, че? Especially for art. О май гадс. Один вин, карта банковская, что ли? Ебать, серьезно? Как вам такое? Especially for art. Золотая карта? Бля, как в этом, что ли? Как теперь дача-то называется? У нее организовали карту, на которой будет месяц. Орел и решка. 100 тысяч долларов. Буквально. Сколько? Типа, у нее организовали карту, на которой будет месяц 100 тысяч долларов. Буквально 100 тысяч долларов. Чего, блядь? 100 тысяч долларов в месяц? Нет. Типа, на что угодно. То есть он может тратить эти деньги на что угодно, да? Я должен ходить и тратить их. Ёпани сир, бля Я теперь понимаю, почему папич все-таки Решился выбраться из своей берлоги И даже куда-то полететь И потратить их Я не знаю, насколько это будет сложно В том плане, что на улицу выйти невозможно Там жара Ну так с такими деньгами тебе не обязательно Ходить ногами по улице в Дубае Ты можешь, блядь, себе Я не знаю, взять водителя Личные водители на каком-то своем кабриолете Хотя какой кабриолет? Нет На Кадиллаке, на Бентли На Роллс-Ройсе, который будет тебя катать по Дубаю В любую точку города В торговые центры и так далее Тут везде кондиционеры То есть я могу куда-то приехать и там ходить Матери 50 Инфу о тебе узнала с твоего же стрима Просто от него услышала инфу Это беда, хорошего стрима А на мой стрим смотрит? Пасекунчик, спасибо большое Но как это будет? То есть город огромный Даже просто куда-то проехаться 40-50 минут Может быть сложно, напряжно Потом куда-то пройтись Там даже 50 Не-не, серьезно, ванвин Обратите внимание Я готов тоже полететь в Дубай Я буду, например, консьержем для папича Я могу таскать за ним вещи То есть он будет ходить, например, снимать влог О том, как он закупается в торговом центре А я сзади вот так буду бегать с сумками Вот таскать Ему Реально 50 метров по этой жире пройтись А когда он будет у себя сидеть где-то на вилле стримить казино Я буду подносить ему еду, фрукты Вода, стаканы Вот так вот типа там Подходи так, здравствуйте Вот вам Хотите воды? Вот воды Такой атмосфере, погоде Я буду гудкой К примеру, у меня в Виннице идеальный климат Да не только климат, guys Тут очень много вещей Не то, что они непривычные Они будут просто по факту хуже Если вы привыкли к чему-то определенному Вот я привык к Виннице Там идеальный климат Да и, блин, много чего Даже банально, самое такое банально Но вот Типа девушки, женщины Они просто Украинки, славянки Они лучше, чем просто средняя какая-то там Дубайская, проходящая Ну вы поняли, о чем я говорю Так, 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 папич Ты вот с этим сейчас осторожнее в Дубае С высказываниями О местном населении тем более О коренном уж тем более А то сейчас, блядь, недолго он там продержится И карта золотая не поможет Многие вещи объективно лучше дома И они всегда будут лучше Это никак нельзя не исправить ничего Особенно климат Хотя мне говорят Допустим, с октября по какой-нибудь Хотя я думаю, скорее, с ноября Думаю, с ноября по какой-нибудь декабрь Тут реально хорошо Потому что, к примеру, ну, типа Вот как я даже к морю пройдусь Вот море есть Но его закрывают с 7 вечера А когда я, блядь, выйду Если солнце уже жарит с 6 утра Когда я должен выйти на это море Только ночью А ночью нам нужно прокраситься Я все пытаюсь прокраситься В бассейне прокрался Блядь, чем я не понимаю Ну, типа, у него 100 тысяч долларов в месяц Блядь, включаешь голову И как делаешь? Как бы я сделал? Я бы просто нанял человека Который бы ходил со мной рядом с зонтиком Знаете, некоторые люди ходят с зонтиком Когда слишком жарко Солнце печет Соответственно, берешь зонтик и идешь Я бы нанял чела Который бы просто ходил рядом со мной Вот так вот зонтик бы держал Соответственно, над моей головой Чтобы мне не было жарко А если бы это не помогло Я бы нанял второго человека Который бы ходил бы тоже рядом со мной И вот так бы обдувал меня какой-то штукой Чтобы мне не было жарко будешь и по печать вместо чиху хуа в сумке сидеть на которой написано один уин да да вы когда-то может быть было закрыто на меня разумеется потом выгнали мне сказали типа не как бы искали попросили уйти тоже говорят нету спасателей бассейн если что 1.2 метра меня нужно спасать даже самое море получается можно ничем море я не покупаю на ближайшем месяце 3 больше за такие деньги ты можешь купить море и делать с ним все что захочешь короче я должен получается это прямо моя деятельность 1 метр заключается в том что я хожу по дубейску по разным локациям возможно не знаю напишите видео куда сходить ну под видео тупой мол я не знаю куда ты еще можете деньги потратить я только по отелю немножко ходил могу второе свое видео запишу как я хожу по отелю не то чтобы есть желание куда-то ходить я как бы не любитель этого всего я должен ходить и тратить деньги с этой карты нам и пункт должен их просто то можно сезон код порно же подарить за месяц 100 тысяч долларов к примеру если допустим за месяц запишу четыре или пять видео интересно сколько ему миллионов заплатили долларов просто так фиксированной суммы да просто ему в карман я должен буду тратить все что мы сейчас слышим 100 тысяч долларов на карте там отеля плачены перелет это все хуйня это мелочи и видос по 20 тысяч долларов бля я не представляю себе как мне там один чел один из тех кто то все давайте я буду советчиком папичу советует даже там деньги можно потратить с ними яхту я такое а под солнцем вот там на яхте бы говорит еще но я не большие господи ты можешь найти в яхту а там кондиционеры вот он реально видно впервые своей жизни вообще выбрался куда-то он даже не знает как яхта вообще выглядит что на яхте можно делать что там есть кондиционеры например 10 эскортниц говорит купи себе дорогие часы за 40 тысяч долларов я я просто понять и каждое предложение я а шо те надо то блять в дубае или понимаю на что ты хочешь 100 тысяч это тратить ну те чел реально предложил контент снять блять яхту здоровую и эскортниц туда не обязательно их вообще трогать просто пусть бегают там я не знаю хуйня занимается говорят папич царь и папич царь блять и все за типы контент каждое предложение просто типа ну я не знаю я буду девушка то блять ну эти эскортницы для контента и средства может быть я кого-то привлекусь ее в помощь там не знаю как так и как и на себя потрачу 100 тысяч долларов что это должен такого купить блять в душе не ну часы за 40 тысяч например как вариант это моя основная деятельность rolex нет один из видосов будет это третий или четвертый возможно 3 я не знаю точно а мне нужно купить комп как минимум потому что я перейду в дом мне наконец-то появится комп я смогу по крайней мере там стримить то есть как обычно это будут и стримы то есть получается он прям надолго в дубае того же dark souls а вернусь доигрывать суши ему даже до пройду стримы казино разумеется вот блять для папич вообще он в курсе чего о местных законах что можно говорить публично что не стоит рассказывать то есть в этом плане все как обычно на самом деле мне данного частота стримов она будет примерно я не знаю в процентном соотношении ну примерно такая же наверно то есть я приехал сюда очевидно для того чтобы стримить казино потому что казино мог стремить и в другом месте основная моя деятельность заключается в том чтобы ходить и тратить деньги с этой карты найти куда их потратить и записать на видео как я трачу деньги и разумеется ну в мерче потому что один вин нужно отбить потери сколько они на все это тратят на эти все номера супер дорогие гостиницах потом на мой пин поэтому дпм до хаус который видео про него тоже запишу а я не думаю что в данном случае эти один вин купили папича чтобы отбить затраченные деньги нет в данном случае они его взяли потому что он как медийное лицо пиздатое им важно это типа как упоминание и так далее а не блять окуп какой-то я думаю что в данной ситуации вообще похуй на этот окуп а мне что-то деньги на ставки что он будет каждый видос когда будет две ссылки под стримы простих с отключила звук на стриме не могу больше слушать эту подлучатку еще пусть в жопу себе эту морковь засунет кстати отличная идея ван вина если что я готова ну типа за хорошие деньги готов прилететь в дубай чтобы папище мне морковку в жопу засунул одна из них это будет ссылка на телеграм но потом захавал ставки меня попросили делать три ставки неделю я им пояснил что-то как там я смотрю только и все и спорта на что могу делать ставки абсолютно случайно что-то делать чтобы кто-то вместо меня писал сообщения но это бред чё за бред не надо что делать ставки кроме спорт господи поэтому я могу вообще ничего не знаю весь видос в том что он прилетел в дубай с огромным количеством денег не знает что делать но не знаю что купить он не знает куда пойти он не знает на что делать ставки буквально весь видос он ничего не знает когда он потерялся то есть вот это будет одна ссылка под стрелом здравствуйте мы готовы рассмотреть ваше предложение следующий донат придет в 5 миллионов рублей и вам необходимо прилететь виталию в дубай вторая кровать в его номере ваша отлично договорились спасибо где буду писать о своих ставках на допустим я могу сделать 300 он актер лол да не ну очевидно что блять он прикидывается по большей степени папич все вот эти вот его заявления что не знает куда пойти не знает на что купить прикидывается то всем блять знает но все он знает что можно купить он знает как можно деньги потратить он понимает на что можно делать ставки но естественно в данном случае удобно просто на ту аудиторию которая у него есть показывать себя таким что он якобы блин вообще такой типа блин я не знаю на что деньги тратить блин вообще нет блядь ну вы серьезно верите в это человек взрослый но ему сколько лет на 35 40 все он знает блять ну алёна он явно не глупый человек я думаю что это не что иное как образ в большей степени это образ все он немного прикидывается показывать себя на аудиторию таким типа ну аскетом там туда-сюда но при этом каждый раз когда у него появляется возможность рубить огромное количество денег он это все-таки же делает блять ребят ну где тут логика я за этого не вообще никак не критику он молодец ебать гений наоборот плюс реп шону прям гоев прогревает очень жестко и типа ну реально вообще без претензий к нему если что то мало ли что подумать потом на ютюбе понедельник вторник уже появились какие-то бои которые будут к субботе воскресенье я просто них там поставил там кто выиграет денег нет на еду ты веришь он на своих стримах реально порой вкидывает такой что у него нет денег на еду ну кому он блять и вы в это поверите ту же на рандомно а уже более-менее подробно написать там почему я так думаю на что я ставлю ему уже только там пятницу или субботу третья ставка потому что только за появляется обновить там ставки на раунды и прочее 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 потом в этом плане и порхают морковку далее вы несколько раз установил либо не знаю нет и второй момент момент как еще я так понимаю ну один виновцы планируют отбивать эти средства потраченные на меня второй момент не собирается ничего отбивать им похуй они уже получили то что хотели они получили медийность это важно блять пол лям просмотров 600 тысяч за 7 часов не все они уже в плюсе им не обязательно выходить в плюс в пустое депозитов на это насрать у них и так денег жопой жуй будет ссылка под стримом на какие-то какой-то телеграм-канал или что для различных тик токеров нарезчиков которые создают пути познать вот идет все нарезки контент то есть грубо говоря вот я там записал какое-то видео где пиздел ни о чем либо о чем хрен знает сколько минут они там вырезают какие-то типа не так понимаю интересные моменты где я хожу в мирче ну за счет этого они знаете как там профи танятся меня вообще в этом всем маркетинге траффинге трафике не особо разбираться не собираться отбивать отбивать опять пронесло пиздец прям на грани на грани сука заставить сюда поехать нельзя постараться чтобы я сидел в этой жире я испытал определенный дискомфорт после самолета у меня лучше были заложены почти в сутки блять учил впервые в жизни в самолет сел да возможно организм не выдержал первом классе неплохо относительно понравилось там лететь а нет не первым классе летал в первом классе учился летал куда-то в первом классе блять летел ебаный свет я все-таки тоже тогда был прав бля ебать я во всем прав какой же крутой в первом классе все-таки летел не в бизнес-классе то что наши добраться на на даче им уже а чё не часто я его венецкий тцк не пеймала папич а як же повестка возможностям смогла свои потери блять нашу пока давать дал богом еще раз виды показать что-то вроде еще должно было быть время тренинг там еще будет 3 ссылка рекламных приложений я не знаю это не я буду отвечать у него рекламу взяли какая-то реклама еще не знаю блять короче какая-то ссылка там хер знать чаще вот блять если в я так рекламу делал в результате ко мне приходит без чешетку так тут какая-то непонятная штука какие-то обменники блять чё-то мониторинг какой-то крипты я не знаю ребята короче вон ссылка в чате там посмотрите да перейдите по ссылке тут что-то я хуй знает но нажмите на баннер просканируйте я не я не знаю вообще шо там кого там сами думаете короче разбирайтесь этой рекламой очень будет эта ссылка там не может будет написать тем кто очень это не волнует короче блять вообще его не волнует там похуй в общем сами разберетесь и до рекламных предложений у кого есть можете туда писать а то есть ему еще мало да то есть пиздец чё блять у тебя рекламу купили а по вопросам рекламы нихрена себе блять он еще хочет ты что него была майка ван вин а потом еще кепку наденет где будет соответственно не знаю там еще какой-то бренд потом штаны с счет третьим брендом блять просто весь брендованный ходит тут ван вин здесь а не знаю один x-bet штаны блять я не знаю там вавада идет по дубаю и за каждую вот эту херню мы по миллиону долларов заплатили в принципе пока все да не ну молодец чё как же ахуенно он сыт в уши в маркетинге не шарит бедни не знает куда деньги тратить и главное хомяки хавают и морковка не просто так в кадре просто гений и верить же я в аху так гений реально в данном случае морковку жрет как хомяк то есть он как бы ну типа намекает что мол вот смотрите вы все хомяки вы жрете эту хуйню что я вам рассказываю да не на самом деле опять же без негатива я я буквально ну типа ну блять я не знаю что еще сказать ну гений гений что-то там интересно я смотрю может быть даже потрачу протестирую эту карту первые какие-то покупки ненужные мне потому что как я должен найти себе что-то нужное походил так походил даже не могу купить понимаешь что бренд морковки заплатил ему в сотый раз больше за нативную интеграцию создатель морковки точно шорты там или в кофту футболку да кого там ему власти дубая денег дали в лесу он дубай рекламировал вы все думаете что здесь реклама какого-то сраного ван вин нет это шейхи его отправили в дубай что он блять рекламировал дубай это это рекламная интеграция дубая что все летали в дубай отдыхать хотя это еще или как-то вот уже не очень хорошо он рекламирует дубай потому что говорит что за окном ад гулять невозможно это плохая реклама дубая выходит ну многие вещи банально хуже крым крым не могу найти хлопковую кофту футболку чего я привез из дома себя конечно там футболочки не может дубая найти кофту хлопковую чего просто подумал об этом потому что на зашел спортзал там шорты футболки которые продаются они все хуевые они все хуевые вот у меня вещи намного лучше то что у меня виниться было так ты блять ангель тут в торгуется на день это будет поискать то есть как вещи которые у меня есть они вот ну они лучше многие мои вещи не лучше но может и магазин здесь например просто вода вода это пиздец я с собой привез с украины воду которая там покупал блять еще и воду с собой привез ну как бабушка там не знаю банки соленья блять собой притащил консервы дам я ее пить не могу теперь а вода лучше это не вся так блять ты чё дурак что ли ты показал нам элитную воду ввоз стеклянные банки а собой притащил какую-то дешевую воду из украины в пластмассовый конечно лучше будет так в украине скорее всего это вода тоже продается только она стоит дохуя который ты не будешь покупать сам просто так я не буду говорить какая шутам ну как бы неважно у меня и хорошая вода была раньше от крана добрал он привез какую-то такую воду зайти не самую лучшую и она последняя с этой водой дефолтной ну это вода кстати вроде стоит вроде тоже можно в украине было купить на стоит вроде green 200 за бутылку дохуя да она конечно ну я могу я бесконечно пить мне больше кроме этого да ничего и надо могу даже пережить что не могут купить апельсиновый сок нормальный пока не нашел весь сок что покупала купил пять разных бутылочек или шесть даже там какие-то рестика пробовал заказывать так нахера тебе покупать апельсиновый сок с твоим деньгами ты можешь купить самый лучший соковыжималку самые лучшие апельсины и выжимать сок оттуда и пить его господи блять мне дали деньги на счет разумеется не за свои деньги хожу по рестиком нефиг что не делать арестиком ходит охренеть я не верю что папич такое дел но я провал заказывать сок в рестиках все хуйня сложно с едой это отдельный может я тоже запишу видео как я в каком-то заведении объясняя как мне нужно приготовить потому что это вообще мне кажется официант который пытался принять заказу папича тоже так подумал это вообще к нам пришел человек который нам объяснял как нам готовить вы представляете товарищи они они ну тут маринады соус вся хуйня это бесконечная блин самое неудобно гречку по-английски то я могу разговаривать объяснять но когда я смотрю фильмы или сериалы там бред никто не сидит в ресторанах по часу не объясняет про еду ничего то есть английских слов связанных с едой особо не знаю мне приходилось гуглить запоминать душа их не используя сова так ну вроде все сказал очень сумбурно потому что очень много информации я не могу все вспомнить все сказать от но сказал я приехал сюда записывать получается видеоблоги какие-то раньше деньги с виду будем смотреть а я думаю не хотят показать как я веду роскошную жизнь которая мне по сути не особо то нужно то есть понимаете я готов вести роскошную жизнь если мне за это заплатить только вдумайтесь в эту хуйню я готов вести роскошную жизнь то что ну представление люди и не буду выходить с квартиры 14 один лет и потом все его в дубае не он сделал буквально все охуенно гениально чел буквально типа может и не прикидывался реально был аскетом которому нахер ничего не надо кучу лет сидел стримил это все показывает свою такую жизнь тем самым заставляя людей а в том числе какие-то подобные компании до заставить его все таки ощутить эту богатую жизнь то есть мы буквально заплатили огромное количество денег шум он просто ощутил богатую жизнь на себе потому что он как бы был всегда против этого если мне за это да денег это пиздец ну и то что я сказал каждый видос ссылка под стримом на ставки которые буду делать там получается три раза на это и все для тик токеров на он набивал себе цену блять много лет что потом вот так в итоге третье сроки рекламный не он будет заниматься как я понял он становится амбассадором один уин и теперь все его медийная деятельность в том числе и сторонняя реклама контролируется букмете не знаю в различных то создает это разный контент нарезают ссылки там попросили скажешь и на будет типа дохуя платить первое время я не знаю но попросили сказать это время от времени было стараться укуна он платит за эти токи больше чем элстрой но это не он платит а казино night maris спасибо большое за переподписку ну моя деятельность просто заключается в том что я этим всем заниматься не буду моя деятельность в том что тут хожу просто снега говорит он ничем не занимается он просто гуляет все вот трачу деньги за то что я трачу деньги и покупаю себе приколы не за это платят деньги блять но это гениально да я держу гайз яшу терплю эту всю хуйню здесь реально молодец прочий пиздец все справедливо как он набил все цену это вообще на сумбурочах это как вот с моей башни тоже было да то есть я всегда показывал себя с такой стороны что типа мои волосы это блять чуть ли там я не знаю не золото какое-то и я там ни в коем случае не буду бриться на лосы а это наоборот людей еще больше вызывало желание у меня лысых долларов на бамбасе а гречку и туни привозят вот в итоге шоу в итоге произошло да а также здесь здесь на что-то интересное мне сложно найти для себя что интересное ничего не впечатляет пока все это продешевил я согласен что я продешевил да можно было и 100к запросить я думаю что мы устроим и мне эти деньги дал но что было то было тут я затупил просто блять из-за того что финансовый кстати насчет аскетов уже столько на пиздил все всем пока удачи а морковку да есть а морковку то чего не доел оля нихуя си увы ли моя немецкая хад еще один аскет вылез оба аскета теперь путешествует где-то у себя там один в дуба и другой в европе кх ты крутые все аскеты почуяли жизнь свободу сука блять да в коменты зайди то шо тут 12 тысяч комментариев папич не хочет снимать самых дорогих эскортниц даже не подозревая что сама дорогая эскортница в дубае это он сам пусть эта контора потратить любые деньги чтобы построить его дом с синей комнаты в дубае бля реально они в этой вилле где он будет жить могут сделать копию его комнаты которая была у него в украине что-то чувствовал себя как дома 50 процентов речи и 50 процентов чавканье морковкой и что самое забавное блять сотни тысяч людей блять сидят и смотрят на это чавканье оставят лайки и блять типа норм ну типа и нормально типа ок вот сними такое видео какой-то другой блогер чавканье вот это вот такой масленников ему сказали ты чё охуесос ты блять ты чё делаешь то ты тварь блять и вы там я не знаю 90 тысяч дизлайков бы поставили отписались бы от него и отменили а здесь просто блять чел ходит туда-сюда по комнате чавкает рассказывает как он круто сейчас будет тратить деньги и все нормально гений так скоро извиниться начнут летать самолет с поставками апельсинов сока блять здорово башня давай заспускай кадавр все ждут а завтра настолько царь что нашел больше минусов чем плюсов на отдыхе в дубайске где у него безлимитные возможности величайший на все деньги пройди полное обследование в элитной дубайской психбольницы а я напоминаю этот человек собирал головоломку с глобусом пять минут так внимание этот человек которому хватает только на еду блять попали показал ту самую комнату в которой ничего нет беда миллиардерыч вывезли из страны закрытыми границами привезли в какой-то нищий дубайской заставили тратить 100 тысяч долларов даже гречки нет держись папаня мы с тобой надеюсь он догадается нанять эскортниц чтобы они перебирали и готовили ему гречку представьте казуалыч в благах будет жаловаться на то что не может найти клавиатуру за 500 рублей наушники за 700 рублей вместе с гречкой наконец-то видос закончился как же это было скучно я уже параллельно начал видос варламова про бразилию смотреть пошел нахуй душный дед блять не шаришь за вайп папича идешь нахуй это было охуенно это было смешно блять просто вы деды ссанные блять которые не разбирать вы не шарите вообще шо это такое вот и блять так что пизду и отсюда душ душ дуршлаг сраный ты не затупил ты просто не знал сколько можно было просить тебя одним из первых просто побрили если б тебя брали не первым ты в стука просил и это тоже ну блять то нет я же сам цену на 5 миллионов понизил еще до того как мылстрой пройдет надеюсь что найдется умник который поселиться рядом и будет 24 на 7 мяукать представили лицо того самого хейтера который года четыре ибо и меньше назад писал что-то типа ты ничего не увидишь просто сдохнешь в своей квартире оператор с 14-летним стажем мало кто знает но чавканье морковкой было прописано в контракте папа не знаю по привычке папа не он даже тут бы ходить в кожанке штанах патриот и с шокером в руках и война в 40 градусов блять а что если все это на самом деле фейк что если все это уже было давно приобретено им самим да на его деньги собственные потому что ну он же блять стримит казино половину своей жизни он и так заработал уже миллионы долларов что если все это он рассказывает ну типа блять ну как бы оправдывает тем что якобы ему заплатили на самом деле это он сам себе все купил вот это виллу который будет показывать это его вилла которую он купил на свои деньги но рассказывает нам все так как будто бы это казино ему оплатила на самом деле он на свои деньги еще давно купил себе построил виллу в дубае а вот эта карта что в руке но это тоже пиздеж Он просто на принтере распечатал А на самом деле он будет свои деньги тратить Которые он копил всю свою жизнь Вот так то И вообще да, это он владелец OneWin